Это первый мартовский выпуск спорт эфира в студии Владимир Городнюк. Здравствуйте! Не перестает радовать успехами наша легкоответка Эльвира Герман. Очередное достижение бронза чемпионата Европы в Глазго в беге с барьерами. Сообщается, что пинчанка немного задержалась на старте, но сумела наверстать упущенное время и была всего в шаге от серебра. Результат Эльвиры ровно 8 секунд. Всего за Беларусь на чемпионате выступает 17 атлетов. Бронза пинской спортсменки, отличившаяся и на прошлогодних европейских стартах, стала одной из первых в копилке нашей сборной. Продолжается серия спаррингов волны перед чемпионатом команды Первой лиги. Очередной матч пинчане провели 27 февраля на домашнем поле. Оппонент белосиних – молодая минская команда НФК, основанная в 2014 году. В этом сезоне она собирается выступить в Первой лиге чемпионата страны по футболу. Первый мяч реализуют гости, но волна вскоре отвечает голом, автором которого стал Евгений Озерский, молодой игрок, находившийся на тот момент на просмотре в основной состав команды пинчан. На 18-й минуте вновь повезло сопернику нашей команды, которая тоже не осталась в долгу и свела первую часть игры к ничьей 2-2. Во втором тайме больше везло волне. Ее спортсмены еще дважды поражают сетку соперника, в чем отличился Кирилл Чепки и еще раз забивает Евгений Озерский. Итоговый счет 4-2. Возможно, удачное выступление Озерского повлияло на решение принять его в пинскую команду. Сообщается, что 23-летний игрок, выступавший за Минское Динамо, Березу и Слоним-2017, подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. В когорте пинчан еще пара спортсменов. Это защитник Сергей Водянович и хавбек Юрий Невдах. В отличие от футболистов, которые только готовятся к предстоящему чемпионату, пинские ястребы в самом разгаре хоккейного противостояния команд экстра лиги «Б». Две встречи и одна из них закончилась поражением пинчан. Уступили химику, который реализовал две шайбы против одной от ястребов. Обратный результат 2-1, но уже в пользу подопечных Дмитрия Саяпина, случился в матче с Оршанским локомотивом. Особенно эффектно смотрелась шайба фурварда ястребов Валерия Полинина, который за две минуты до финального свистка помогает команде добиться победы. После этой игры Дмитрий Саяпин еще раз поблагодарит болельщиков за поддержку. Отметит хороший и зрелищный матч, в котором команды играли в атакующий хоккей. Создали много опасных моментов у ворот, но отлично показали себя вратари. На высоте и пинские волейболисты – представители индустриально-педагогического колледжа. Уже не первый раз под руководством тренера Сергея Невдоха они стали чемпионами областных соревнований. Спортсмены индустрии уверенно переиграли всех трех оппонентов. Особенно жаркой выдалась финальная встреча с земляками – волейбольной командой Пинского аграрного технологического колледжа. Со счетом 2-1 соперник уступил. В итоге, взойдя на вторую ступеньку, пиде стало почета, переиграв волейболистов из Бреста и Пружан. Сейчас подопечный тренера Сергея Невдоха готовится к республиканскому этапу волейбольного противостояния. Он пройдет с 19 по 22 марта в Гомеле. Ждем наших парней с победой. На этой же неделе за пальму первенства борются и пинские волейболистки – участницы финала областных соревнований. Хозяева турнира – спортсменки аграрного технологического колледжа, где состоялся старт состязаний, гостеприимно встречали команды соперников. Финал областных соревнований всегда значимо проводить. На нашей же базе проходили изональные отборочные соревнования. Буквально на прошлой неделе отобрались шесть лучших команд, которые сейчас будут показывать свое мастерство, чтобы занять первое, второе, третье место, естественно. Пинск также представляет волейбольная дружина местного педагогического колледжа, которая, как и представительницы аграрного технологического колледжа, фаворитки соревнований. Кто станет чемпионом, выяснится в течение нескольких дней, о чем мы расскажем в следующем выпуске передачи «Спортэфир». Это были все новости. Встретимся ровно через неделю. Всего доброго!